Всем привет! Многие знают пирожное Брауни, но у него есть и противоположное пирожное, которое называется Блонди, соответственно оно светлое, а Брауни у нас делается с какао и оно темное. Но я решила, что Блонди для нашего уха не такое знакомое название, поэтому назвала это просто пирожным с арахисом. У нас будет в качестве арахиса, скажем так, это сниггерс и также будет еще арахисовая паста. Сниггерс нам нужно нарезать на небольшие кусочки, можно взять и мини-сниггерсы, как я, так удобнее, и можете взять и один большой или даже половинку, вот тут уже смотрите по вкусу. Затем также нам понадобится коричневое масло. Как его приготовить, я уже рассказывала в видео про пончики салфгрэм, поэтому я не буду останавливаться, вы можете просто посмотреть, как сделать коричневое масло дома. И соответственно мы смешиваем коричневое масло, сахар, яйцо, патоку или мед, хорошенечко все. Обязательно, когда будете готовить масло, дайте ему немножко остыть, потому что если вы прям с плиты нальете и добавите яйцо, у вас яйцо тут же приготовится и получится яичница, поэтому нужно, чтобы она хотя бы немножечко остыла. Затем мы примешиваем нарезанный снеггерс и немножечко капелек горького шоколада, тоже по желанию, можете использовать и только снеггерс. Ну а если у вас аллергия, например, на арахис, то, конечно же, вы можете использовать только шоколадные капли и не добавлять батончиков. После того, как мы все объединили, мы выкладываем форму, обязательно на дно формы постелите пекарской бумаги, чтобы потом было все удобно достать. Распределяем все ровным слоем и сверху добавляем немножко арахисовой пасты. Лучше найти арахисовую пасту, которая без добавления сахара, потому что сахара у нас здесь и так достаточно. Если такой арахисовой пасты под рукой нет, можно просто взбить в блендере арахис до состояния той же самой пасты. Ну или опустить в момент с арахисовой пасты и сверху просто посыпать все так же капельками горького шоколада. Запекаем мы это все 20-25 минут при температуре 175 градусов. И, как и в брауне, нам здесь нужно запекать это все не до полной, скажем так, плотности. То есть серединка у нас должна остаться, как у чизкейка, немножечко мягкой. Иначе вы пересушите пирожное, и это отрицательно скажется, как и на брауне, так и на блоне. Субтитры подогнал «Симон»